Здравия всем! Мы снова на нашем весеннем пятачке, в удивительном уголке весны, в городе Владивосток, на Лео Сакуры, Таяма, Владивосток, 2019. Встречаемся по традиции здесь и сейчас. Я надеюсь, наша жизнь позволит нам это делать и в дальнейшем, посвящая будущий путь, путь людей, которые идут за нами. Еще раз всем солнца добра! Мы здесь находимся не просто так, как и все в жизни случается. В это время, по календарю цветения сакуры, если сравнивать его с японским, то сейчас наступило время аллеи сакуры, называемая по-японски ханафубуки. Ханафубуки на русский язык переводится как буквально дословно «цветочная метель». Что же это за такой символ, что за образ такой «цветочная метель»? Когда порывы ветра начинают срывать лепестки, нападающие с деревьев, они начинают довольно обильно падать и образно напоминать некую метель, ну не с большим ветром таким. На землю падают лепестки, покрывают ее тоже прекрасно нежным розовым таким покрывалом, такой нежно-розовый снег. Символизм пропитан жизнью стран Востока довольно глубоко. Вот мы сегодня хотим бы поговорить о весеннем символизме, используемом цветочном в Китае и в Японии. Выбрать два символа основных и поговорить об истории их возникновения, причине возникновения или принятия данными странами данных видов растений. Давайте поговорим все-таки про истоки. Это, конечно, Китай. В Китае, если говорить про цветок, то, скорее всего, это будет слива. Почему слива? И почему она так воспевается вообще в Китае и в восточных странах в частности? Но, опять же, колыбель цивилизации восточной, я говорю, что это Китай. И поэзия оттуда пошла также. И продолжение развития буддизма, в частности, из Китая также. Поэтому символ слива, конечно же, был принят и там, то есть в ведущих институтах философии и искусства в буддийских храмах. Слива, если посмотреть на ее характеристики ботанические, время цветения сливы совпадает с периодами таяния и, опять же, выпадания снега. Удивительный феномен для нас, живущих здесь, на берегу Японского моря, который омывается холодным течением, оясио, заходящим к нам сюда, своим рукавом. То есть нам это тяжело понимать, потому что здесь у нас все-таки не теплощение. Но там, в южных районах Китая, откуда все это пошло, символизм. Слива цветет в то время, когда еще нередки выпадения снега прямо на цветущее дерево. То есть ветка сливы, расцветая без листьев еще, часто может быть покрыта снегом. То есть сливовые цветы покрыты снегом. Кто наблюдает за традиционной классической живописью Китая, немало таких картин. И вот в чем этот символизм проявляется. То есть это первое понимание. Буквально я вижу ветку сливы, покрытую снегом. Что обозначает слива как таковая? У сливы пять лепестков, это пять добродетелей человеческих. И цветок сливы сравнивается с душой монаха, живущего в цели и пути достижения совершенства. То есть снег как таковой, который падает, который покрывает землю и ветки, и холод, это некие лишения, на которые должен быть готов монах, и которые он должен преодолеть. То есть дальнейшее цветение, несмотря на холода, несмотря на то, что снег падает, монах продолжает движение. Слива продолжает цветение. И неспроста адепты также дзен-буддизма, то есть дзен-буддизм, выбранный в качестве философии для воинского сословия в Японии, не зря так же почитается слива и там. Если посмотреть все исторические раскладки, то слива и там проходит своей красной нитью. Поэтому Китай и слива, неразрывное понятие, по-китайски это хуа, мэй хуа, сливы, цветы сливы. Давайте посмотрим, а что же японского есть в весеннем символизме, имеется в виду цветочного, то, что касается цветущих деревьев. И, конечно, вы догадаетесь, по нашему местонахождению это сакура. Опять же, сакура это японское название, хуа, слива, китайское название. Но удивительно, мы наблюдаем сейчас время. Японский термин переходит в словари, переходит в оборот различных народов стран мира, как уже, собственно, имя употребляемое. Собственное. Мы часто на табличках ботанических наблюдаем написанное «вишня узколистная» или «сажента», как вид, запятая, сакура. Правильным будет все-таки указать, в данном случае, недопустимость отхождения от научного подхода, то, к чему мы преследуем, это академичность. И правильнее было бы написать «вишня узколистная», дальше будет название по латыни, и «сакура» в скобочках «японская». Японский термин или «яп». Вот это правильная будет передача информации. Потому что уже, допустим, в Владивостоке у нас сложилось такое словосочетание, что сакурой называют кустарниковую декоративную форму, не дерево, неких растений, которые цветут тоже махровыми цветами. Кому не трудно будет в Википедии, как говорится, в помощь. Но это далеко не сакура, и далеко не вишня. То есть мы уже начинаем заблуждаться. Ну, в наш век упрощения, утончения и ослабления нашего внимания и сознания, как говорится, гомо субтилис начинает развиваться все с большей численностью, размножаться, к сожалению. Надеюсь, что с нашими передачами мы эту тенденцию как минимум замедлим, и больше думающих людей будет рождаться, просыпаться, проявляться. Итак, что же такое сакура, и что она несет, если мы говорили, что в китайском пантеоне слива это образ монаха, что же такое сакура в пантеоне японском? Если посмотреть на источники использования данного термина, к чему привязывают цветы сакуры, и что такое цветы вообще в буддийском понимании. С цветами часто связывают именно ритуал привлечения, появления или снисхождения с небес богов. Именно экибана, как таковое, как искусство, изначально было храмовым, то есть непозволительно было заниматься теми видами искусства в домашних условиях, особых условиях. И это был не досуг, это были ритуалы, призванные обслуживать определенный культ. То есть культ поклонения или восхваления, или, правильно говорить по-нашему, славления богов. И, соответственно, привлечение их внимания к этому месту. Это были специально отстроенные храмы буддийские. Экибана, как таковая, устанавливаемая в специальном месте, в специальном сосуде, в специальном человеке, по специальным правилам, от отобранных специально цветов, в специальную форму, подразумевала создание определенных условий для того, чтобы именно в это время или в это место спустились именно эти боги. Поэтому к цветам именно таково отношение в Японии вообще, то есть традиционно. И поэтому для нас не было удивлением, что цветы сакуры оцелестворяются в Японии с душами предков, с душами родственников, которые ушли в другие миры и которые в определенное время года спускаются на землю для того, чтобы пообщаться с душами, живущими на земле сейчас. И вот когда ребята встречаются, вот люди нам в жизни, которые говорят, вот в Японии люди садятся под деревьями и могут часами любоваться, не шевелясь. Давайте разберемся более глубоко в этом моменте, что же это такое любоваться цветением сакуры по-японски. Неужели это заниматься чревоугоднием, распивать саке и в молчании зависать на несколько часов? Зная прагматизм и рациональность сознания у японцев, я бы очень сильно сомневался, что они могут себе позволить так бездумно проводить свое время. А ведь оно так и есть. Это абсолютно не бездумное проведение времени. Почему японцы загодя бронируют места под деревьями сакуры? Почему японцы планируют отпуска на время цветения сакуры? Я объясню. Почему об этом, допустим, не так сильно распространяются? Но вы со многими родственниками делитесь своими планами посещения могил своих близких? Или мыслями, которые приходили к вам, когда вы посещали могилы своих близких? Я думаю, нет. Это очень сакральные вещи, очень тонкие вещи. Поэтому в обычной печати, конечно, об этом сильно-то и не распространяются. Это очень глубоко интимные такие уголки японской души. когда в тишине ты можешь пообщаться с духами своих предков, возможно, услышать их голос или подсказку. Смысл любования сакурой не в бутафории внешней, как это называется, в кавайи. Когда айка хорошо, не совсем так. Намного тоньше, глубже, и намного более внутренне, нежели то, что нам кажется сейчас, что вот любоваться и челкать языком. Это все не так. нам, русским, это можно понять, потому что языческие корни так же таковы наши. У нас есть свои родительские дни, где они часто совпадают. Все же знают, у нас есть как раз именно весеннее правило весной посещать в родительский день могилы наших предков. и в этом плане мы более чем другие поймем близко японцев, что же они делают, что они творят. А что такое дерево само по себе, как вы думаете? Корнями стоящие на земле и ветвями уходящие в небо. Конечно, это гигантский связь, связной канал, антенна, можно сказать. Антенна, связывающая землю и небо. Антенна передач и мир деревьев вот лично для нас и для меня в частности он не такой уж и безжизненный или скажем так не такой уж простой. Деревья слышат, деревья чувствуют, деревья живы и живут вместе с миром людей. И нам очень важно это понять и принять. То, что нам дано понять и использовать. Деревья есть связные между миром неба и миром земли. Но в Японии это не обсуждается, потому что там с самого рождения народ помещен в эту культуру. Культуру духов, которые окружают нас, культуру живого пространства вокруг нас, в том числе и деревьев. Поэтому они живые люди приходят под живые же деревья. я думаю, немножко раскрыл об этом разговоре. Другую тему, которую мы касаться глубоко не будем, если искать в интернете в частности, хотя наша информация не столько из интернета, сколько из общения, из наблюдения, из общения со специалистами, то, когда была Вторая мировая война, когда создавались группы называемых так называемых камикадзе, вот, то есть, вот это, ну, это печальная история для нас сейчас. Под это тоже была подведена вот эта вот мысль об переселении душ или о том, что цветами души являются на землю. То есть, тогда появилось такое, как смертоносная сакура. То есть, сакура, как вестник смерти. То есть, цветок цветет, но мы знаем, что цветение сакуры продолжается пышное, особенно, где-то неделю. Ну, две недели вообще до падения полного. Но это коротко очень. То есть, да, вот он появляется, но мы точно знаем, что она будет опадать, он не будет вечен. Поэтому некая печать смерти, она уже в нем есть, что все равно цветок опадет. Но прекрасная, нежная, тонкая, глубокая, она настолько сильная, насколько сильна должна быть жизнь человека, ярко так живущим. Этот образ был взят в момент, когда формировались вот эти вот группы камикадзе, и люди уходили с этой информации, которая попадала им. опять же, буддийские храмы, в которых часто приходилось бывать, в большинстве своем обязательно имеют сакуру на территории либо уходных ворот, либо на территории самого храма. И это тоже неспроста. Все это связано с ритуалами, ритуалами, уходящими намного далеко вглубь истории, до еще того, как во время Второй мировой войны было взято в идеологии. Поэтому мы это считаем второстепенным все-таки моментом окраски понимания самой сути сакуры. А вот обожествление цветов, как таковых, оно тоже непростое. Много нелогичного здесь, если говорить с точки зрения логики. Зачем цветы вообще появляются в таком разнообразии и в таком виде? Зачем их столько много? Неужели нельзя было универсальный единый цветок или простой пестик тычинка пестик наверно побольше чтобы тычинка пыльца не промазала? рационально же, а ведь нет просто океан безбрежный разнообразие цветов окружает нас. И удивительное же состояние ловит человек. Нет равнодушного человека, пускай внешне он будет даже не улыбчив но цветок он всегда отдает он является источником то есть человек чувствует что что-то исходит от цветка несмотря на то каким является его наблюдатель вот этому тоже необходимо учиться у природы то есть цвети несмотря ни на что и в дзен-буддизме часто во фразах дзен-буддизма цветок является аллегорией того, что будь всегда аккумулятором отдающим отдавай отдавай и тогда ты освободишь место чему-то новому что поселится или придет внутрь тебя цветок именно в этом понимании восточном нам очень важно принять именно вот эту концепцию потому что добро оно не терпит отлагательство цветок цветет в нужное время тогда когда пришло это время цветок отдает несмотря на то что его ногой топчут рукой рвут дождем поливают либо ветрами там нагибают цветок все равно действует по своей программе четкой он расцветает даже несмотря на то что смотрит на него человек либо не смотрит он просто это делает как солнце восходит каждое утро несмотря на то что мир может развиваться по абсолютно другим законам подниматься либо опускаться это уроки нам от природы и в восточном дзен-буддизме в частности это все происходит через передачу или через наблюдение внешнего мира в этом есть нечто близкое нам людям живущим на русской земле смотрите как говорится на земле и обращенными к земле матушки нашей поэтому от востока нам никуда не деться и возможно тот самый восток позволит нам вспомнить себя самих и обрести себя самих на своей земле неожиданно